Всем привет, друзья! Ставка 40 тысяч рублей уже на Новый год. На 1-2 января, 2 января Бундеслига, 1 января АПЛ. В общем, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик. Еще раз напомню, что в Телеграме, в чате у меня проводится розыгрыш 5 тысяч рублей. Там у нас более тысячи участников. Розыгрыш как раз под Новый год мы проведем. Также в Телеграме у меня есть канал, где я выкладываю дополнительные бесплатные прогнозы. В общем, ссылки найдете в описании. Итак, начнем с матчей 2-го числа. Немецкая Бундеслига. Хофенхайм играет против Фрайбурга. Ну, естественно, в Германии мы по традиции ждем много голов. И отобрал те матчи, где, в общем-то, их и стоит ожидать. Вот Хофенхайм, одна из самых результативных команд Бундеслиги. Они последний матч проиграли в Кубке Германии. Умудрились вылететь от Грой Трюфюр дома. Додавался на время и по пенальти проиграли 1-2. До этого обыграли на выезде Глазскую Боруссию. Во многом благодаря тому, что хозяева остались в меньшинстве в концовке. Хофенхайм смог додавить 0-1. Дома уступили Левицеву. В принципе, имея немало моментов, особенно в первом тайме, чтобы забить 4-1. Проиграли на выезде Байеру. В 5-6 матчах у Хофенхайма безоидная ставка проходит. Играя против Фрайбурга, который также в Кубке Германии вылетел. От Штутгарта 1-0 они им проиграли. До этого 4-1 переиграли Герту дома, 0-2 на выезде Шарьки и 2-0 Армении. То есть 3 победы подряд у Фрайбурга в Бундеслиге. До 2 сыграли с Глазской Боруссией. 1-1 с Аугзургом. 1-3 уступили дома Майнцу. Таким образом, с 4 из 7 и 8 из 11 игр последних у Фрайбурга обе забьют ставка проходит. В личных встречах, что интересно, 2 победы Фрайбурга подряд. Но я не уверен, что Фрайбург в этом матче является фаворитом. Однако сходу бы лезть не стал. Другое дело, что в 12 из 14 личных встречах обе забьют ставка проходит. Поэтому я беру обе забьют плюс тотал меньше 5-5. Коэффициент 1-72. 2 тысячи 900 рублей оставлю. Думаю, что такой большой тотал команда не пробьет. Вердер играет против Униона Берлина. Вердер довольно закрытая команда. Почти всегда играет первым номером. Хотя в домашний матч против Униона, может быть, Вердер и постарается что-то придумать первым номером. Но в любом случае, Вердер обыграл в Куке Германии 3-0 на выезде Ганновер. В Бундеслиге до этого 0-1 вырвал победу в гостях над Майнцем. 1-2 уступил до Руманской Боруссии. И в последних 10 играх в Бундеслиге лишь одна победа у Вердера. 5 ничьих и 4 поражения. Причем 4 поражения именно в 5 последних матчах в немецком Бундеслиге. Но при этом команда упорная. Команда забивает почти в каждом пыльнике. Восьми из десяти игр у Вердера обе забьют проход. Унион Берлин забивает во всех матчах сезона. Тем удивительно, что они вылетели в Куке Германии от Падерборна 2-3 дома уступив. Но в чемпионате всего лишь 2 поражения во всем турнире. Очень здорово смотрится. И в 7 матчах подряд во всех турнирах униона обе забьют ставка проходит. Моя ставка обе забьют. Коэффициент 1-7-6. 2800 рублей я ставлю. Айнтерхт играет против Байера. Один из интереснейших поединков Бундеслиги этого тура. Айнтерхт 0-2 обыграл Аугстбург на выезде. Это был первый матч в Бундеслиге в этом сезоне, где Айнтерхт не пропустил. Ранее в 13 турах подряд они пропускали. При этом Айнтерхт, мы знаем, и забивает много. Таким образом, 7 из 8 матчей у них обе забьют ставка проходит. Что касается Байера, то они уступили 1-2 Баварии. Играли ничуть не хуже. Я даже думал, что вполне им удастся выиграть Баварию по ходу поединка. Но в концовке матчи все-таки начали уже играть на удержании при счете 1-1. И на последних секундах ошибка и пропустили. Бавария такое не прощает. 1-2 Байер уступил. Обидное поражение. Особенно учитывая, что до этого Байер лидировал в Бундеслиге. У них было 10 побед в 11 матчах во всех турнирах. 0-4 на Вайзекель. Переиграли 4-1 на Хофенхайм. 0-3 Шальки. При этом все равно Байер немало пропускает. 8 из 12 игр. У них обе забьют. Плюс тотал больше 2,5 проходит. Айнтерхт это команда, конечно, результативная. Особенно учитывая, что они играют дома. Я уверен, что Айнтерхт тоже забьет. Так что моя ставка. Обе забьют. Плюс тотал больше 2,5. Коэффициент на них 67. 2 тысячи 900 рублей оставлю. Штутгург играет против Лейпцига. Тоже интереснейший поединок. Штутгург в кубке обыграл Фрайбург 1-0. 1-0 до этого уступил Вольфсбургу. Довдас играл с Унионом. Последние двух матчей в Бундеслиге Штутгург мне не нравится. Ни матч против Вольфсбурга. Ни матч против Униона. Где они 0-2 уступали. И вообще не наиграли на ничью. Но до этого, мы помним, они обыграли на выезде Дорманскую Барусью. 1-5. 1-2. Вердер победили. И проиграли в этом сезоне 1-3 Бавария. В 89-ти игр Бундеслиги. У Штутгурга обе забьют. Ставка проходит. Лейпциг, безусловно, фаворит в этом поединке. В кубке они обыграли Аусбург 0-3 на выезде. Ранее 0-0 сыграли Дома с Кельным. Где в начале матча отменили гол после вара. Вообще Лейпциг много моментов в том поединке не реализовал. На выезде обыграли 0-1 Хофенхайм. Где в принципе деревенские могли тоже поразить ворота Лейпцига. 2-0 Вердер победили. 3-3 сыграли с Баварией. Да, в последнее время Лейпциг не так много пропускает. Но и календарь был не такой уж и сложным. Штутгург все-таки в этом сезоне результативен. Да и все равно даже с учетом этого календаря Лейпциг пропускает в 6 из 10 последних матчей. А на выезде в 6 из 8 игр. Поэтому я думаю, что хозяева забьют. Но вряд ли Лейпциг проиграет. Моя ставка 2х плюс обе забьют. Коэффициент 1-97. 2 тысячи 700 рублей оставлю. И матчи 1 января. АПЛ. Эвертон играет против Вестхэма. У Эвертона большое преимущество в этом матче. Потому что они не играли против Матчестер-Сити. У Сити там у некоторых футболистов был ковид. И соответственно игра будет перенесена. Таким образом, учитывая то, что это боксинг-дэй. И матчи играются каждые 2-3 дня. А Эвертон вот этот средний тур пропустил. У них будет очень много времени, чтобы восстановиться к этому матчу. Плюс может быть некоторые травмированные вернутся в строй. И поэтому, учитывая то, что они и дома играют, Эвертон очевидный фаворит в этом поединке. Они 0-1 вырвали победу на Шеффилд-Юнайтед в первом матче боксинг-дэя. В Кубке Лиги уступили 0-2 Эмью. Но в чемпионате в АПЛ у них 4 победы подряд. Причем над сильными командами. Они 2-1 обыграли Арсенал. 1-0 Челоси дома. И на выезде 0-2 Лестера. Вестхэм играл 29-го числа против Суд Гемптона. Сыграли 0-0. Играли почти весь матч вторым номером. Да, немножко ротировались в статус. Но все равно основной костяк, все основные футболисты были задействованы. И таким образом, менее 3-х суток у Вестхэма для подготовки к этому поединку. То есть за 5-6 дней Вестхэм проведет 3 матча. Это большая нагрузка. И возможно какая-то ротация будет. Но в любом случае, Эвертон сейчас смотрится сильнее. Вестхэм мне по все время не очень нравится. У них ни одной победы 4-х матчей. К тому же Челси они 3-0 уступили. До 2 сыграли с Брайтоном. Где тоже не очень-то здорово выглядели. 1-1 с Кристалл Пелос. Хотя это домашние матчи были. Да и в личных встречах в этом сезоне в Кубке Лиги. Команды играли. Эвертон обыграл Дону Вестхэм 4-1. А в прошлом сезоне в рамках Эпелла Ириски победили 2-0. Поэтому моя ставка P1 на Эвертон. Коэффициент 1-99. 2,5 тысячи рублей я ставлю. И последний матч. Эмью играет против Останвилы. Здесь у Останвилы есть преимущество. Потому что они свой поединок проводили 28-го числа. Эмью 29-го. Причем очень поздно. Против Улверхэмптона. Был энергозатратный поединок. Менее трех суток у Эмью для восстановления. Вставляли они в обоих матчах боксин-дэя основные составы. И в общем-то эта победа над Улверхэмптоном 1-0. Она была одержана в концовке матча. Поединок был очень бескомпромиссный. Было немало моментов и у Улверхэмптона. Чтобы забить чудо сейвы Дехея. Плюс плохая реализация Улверхэмптона. Не позволила им это сделать. У Мью тоже была масса моментов. Там и гол их отменяли. В общем матч должен был получиться гораздо более результативный. Но и Мью в последнее время в ВПЛ много пропускает. Они 2-2 сыграли с Лестером. 6-2 Лидц победили. Но снова 2 гола пропустили. 2-3 быграли Шейф на выезде. Но опять же 2 гола пропустили. Что кстати остановило. Повторюсь. На сутки раньше играли против Челоси. Причем выглядели очень здорово. Останвил вообще в отличной форме. В трех победах с Челоси на выезде сыграли 1-1. Хотя могли даже и больше забить. В общем здорово команда выглядела в том поединке. Ранее 3-0 они обыграли Кристал Пелос. 0-3 на выезде Вес Буромич. То есть по 3 гола забивали. 0-2 на выезде Улверхэмптон победили. 8-9 игр остановило забивает. И в прошлом сезоне на Ултраффор и команды друг с другом сыграли 2-2. Конечно и Мью это матчо должен забить. Но на обе забитые коэффициенты невысокие. Поэтому я возьму более валовую ставку. Недалее тут остановило больше одного. Коэффициент 1.73 3300 рублей оставлю. На этом все друзья. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки в телеграме. Переходите на канал за дополнительными бесплатными прогнозами. И в чат чтобы участвовать в розыгрыше 5000 рублей. Всех вас с наступающими праздниками. Успехов вам. Увидимся в следующих видео.